Всем привет ребята, с вами снова Хик и в новом видеоролике речь пойдет об одной из пасхалок в GTA San Andreas, так называемой братской могилой. Но кто лежит в этих мешках и кто их туда положил, в эту самую яму, так до сих пор и неизвестно. Есть куча теорий на этот счет, с которым я вас сегодня и ознакомлю. Так что присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. А перед началом мистического ролика рекомендую вам посетить проект Alien Roleplay. Это тот самый проект, который не заставит вас скучать. Ежедневные обновления, отзывчивая администрация, конкурсы и многое другое. В данный момент идет набор лидеров, так что успей занять этот пост. Все ссылочки и IP адрес находятся в описании этого ролика. Мистер в черном пальто. Уже давно считается человеком ответственным за братскую могилу. Игроки строили теории о том, что он жил в маленьком доме на трекере для мото-гонок, недалеко от шоссе. И частенько убивал жителей ближайших деревень, избавляясь от их тел в той самой яме. Игроки связывают это с типом автомобиля, который появляется рядом с предполагаемым местом жительства маньяка. И с тем, что оказывается у братской могилы. Хотя они и имеют похожий кузов, это доказательство является неверным. Так как автомобили совершенно разные. У дома стоит Сэндлер, но никак не Боб Кэт. Но кто знает, возможно это лишь ошибка разработчиков. Игроки в очередной раз строили теории о том, что могила могла быть местом сбрасывания тел для мафии. Огромным доказательством этой теории является то, что в видеопредставлении игры можно увидеть, как двое мафиози и семьи Сэндака роют могилу. Однако они пытались избавиться лишь от одного тела. И точное расположение, где мобстеры жили яму, было подтверждено и доказано другим местом в округе Баун, рядом со зданием в пустыне. Другим подозреваемым оказалась Мэри Бэйт Мэйбл, ведущая радиостанции Кейт Рос. Во время одной из её трансляций она говорит, что у неё шесть мужей, все из которых сейчас мертвы и похоронены. Игроки быстро связали её количество покойных мужей с количеством мешков с телами в могиле. Мэри Бэйт также объявляет о том, что она ведёт трансляции где-то из округа Боун, располагаясь неподалёку от той самой ямы. Также во время её очередной трансляции она заявила о том, что она ездит на пикапе, и игроки считают, что это как раз-таки тот самый бобкэт у могилы. Теннис! Игроки также связали место с недалеко расположенной военной базой, зоной 69. Строя теории о том, что военные избавлялись таким образом от тел людей, которые попытались пробраться на территорию зоны. Однако это маловероятно, поскольку подобная правительственная военная база должна обладать нужными инструкциями для сжигания тел недоброжелателей. Другие игроки предполагают, что база избавлялась от трупов пришельцев или неудавшихся экспериментов. Однако, вышесказанное тоже отпадает как теория, так как подобная организация скребы заморозила трупы пришельцев для дальнейшего изучения и сожгла бы опасные или инфицированные ткани. Дальнейшее предположение предлагает теорию о том, что грабитель могил избавился от выкопанных тел выше упомянутой яме. Но информация о том, какое именно это кладбище было, остается загадкой. Но, что самое-то интересное, это то, что на кладбище Лас-Брухас, неподалеку, есть ровно 6 могил и ровно такое же количество тел в братской могиле. Делайте выводы сами. А на этом теории подходят к концу. Если тебе было интересно, обязательно поставь лайк. Напиши свою теорию о происхождении данной ямы. Будет очень интересно мне, например, почитать. А с вами был Хик. Всем хорошего дня и настроения. И кошмариков на ночь.